Путину уже даже никто не поможет, потому что источники говорят, дозвониться ему не могут, найти его тоже. Песков в то же время говорит, что проинформирован он о том, что происходит. Происходит, я напомню нашим зрителям, то, что просто сейчас уже первые штурмы и столкновения между Пригожиным и российской армией происходят. Они идут, минают пункты пропуска. Источник из ФСБ, если цитировать источник инсайдера, говорят, что вагнера сплошным потоком, культурно выражаясь, бьют через пункты пропуска, их неимоверно много, там другое слово. У руководства паника огромная, никто не знает, что делать. Как вы думаете, что происходит и кто на этой финишной прямой выйдет победителем? Вообще, на самом деле, действительно, будущее непредсказуемо. И мы все время с вами пытались понять, а что же это такое, насколько глубокий конфликт армии Пригожина, играми-то не игра, играет в эти игры Путин. Теперь мы видим полный выход проекта путинского из-под контроля. По сути дела, мы с вами имеем какое-то пугачевское восстание. Только это гораздо для Путина более опасно, чем пугачевское восстание, поскольку идет национальный герой вот той части населения, который, к сожалению, топит за войну и поддерживает войну Путина. Для них Пригожин герой, мужественный, смелый, народный, абсолютно человек, не вор, что очень важно, который идет восстановить справедливость, наказать предателей и так далее и тому подобное. Я думаю, что может произойти все, что угодно. Может произойти все, что угодно. Вот это, кажется, тот черный лебедь пролетел, на которого никто не ждал, никто не верил, никто не боялся. То есть взбунтовалась самая ближняя часть Путину, та часть, которая выполняла его личные приказы и, в общем, по большому счету, была ему призана. А теперь мы видим, что она идет с войной. Да, понятно, что это не против Путина война, вроде бы как. Но, по большому счету, она полностью уничтожает, разрушает Путина с Булатой. Сумеет ли Пригожин воевать у Путина в полуроссии? Не знаю. Полцарства? Не знаю. Не знаю. Пока еще, наверное, какие-то части Путину подчиняются, пока не еще. Его защищают, пока еще выполняются приказы. Но это только пока. Я думаю, что бардак, хаос, паника, дезорганизация огромная. И потому что это идут люди не с шариками, ленточками, не с мирными лозунгами, не с твитами, не с репостами. А идут люди, умеющие проливать кровь. Вооруженные, отчаянные и готовые сражаться до своей гибели. Это, понимаете, вот как вчера я говорю, солдат можно... Солдат, который готов умереть, победить невозможно. Он может только убить. Но перед этим он сделает все, чтобы убить своего противника. Вот такие солдаты, такие люди сейчас идут на Ростов пока. Пока на Ростов. А что будет дальше? Давайте просто представим ситуацию. Ростовская область захвачена. Вот просто представьте. Вот мы сейчас пойдем с вами спать, если сможем. А проснемся, Ростовская область еще, может быть, какая-то, будут захвачены. И там будет установлена какая-то, не знаю, республика. Вот просто представьте, что будет, все начнется в России. В общем, короче говоря, мы с вами сегодня переживаем какой-то совершенно невероятный, фантастический, исторический момент. То, что это момент исторический. То, что он уже пойдет в историю, там, не знаю, по-любому пойдет в историю. Это совершенно точно. И вот самый фантастический вариант, что это делает человек, созданный руками Путина, лично. Под его, как говорится, с его подачи, с его полного согласия, под его полным руководством создана вот эта структура, и она вооружена, и даны, так сказать, все возможности и прочее, прочее, прочее. Эта структура взбунтовалась по сути дела, хорошо, по против путинской верхушке, против путинской военной команды. То есть это действительно вот этот полный раздрай и раскол. Вот те предпосылки, которые мы говорили, к расколу Литв, они проявились в совершенно фантастической, неожиданной форме в виде вот этого похода, пока еще на Ростов, Пригожинского вагнера, который идет там, сминаем все вот эти кордоны, потому что эти кордоны способны только сдержать безорудных людей. ФСБ определилось, как написал наш небезызвестный с вами коллега и ваш друг Марк Фейгин. И ФСБ говорит, что это, собственно говоря, поручены там уголовные дела, генпрокуратура, следственное управление, ФСБ, законно и обоснованно возбудило уголовное дело в отношении Пригожина статья 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. За это преступление ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы на строк от 12 до 20 лет. И они призывают также всех и вагнеров, и остальных военнослужащих сложить оружие, задержать вагнера. Ну, такая усиленная реакция, да? Ага, сейчас. А пусть они вот теперь пойдут и арестуют. Пошлют оперативно-следственную группу прямо вот сейчас. Да, да. именем путинского закона приказывать. А я посмотрю, сколько проживут эти люди просто для интереса. Вот люди, которые приедут, арестовываются. Пригожина, у которых 25 тысяч чайных, совершенно безбашенных штыков, которые не будут шутить. Пусть они приедут, и арестовывают. Пусть Путин посылает один из-за группы. А это имени Путина. Остановитесь. Я приказываю. Мы арестованы. Это просто сцена. И по отец к ней попавят. А сегодня... Да, да, да. Нет, нет. Повестку ему вручают. Под расписку. Они в рейтинге. Вот это цирк с конями. Ребята, а вот не поздно там вам в эту... Вы там Карамурзова смогли арестовать. Там Ильяшину посадить в тюрьму или там Навального и там кого-то другого. А ну-ка попробуйте. Арестуйте-ка. Да. Конечно, они будут сейчас бросить какую-то авиацию. Я так полагаю, сейчас полетит ли авиацию в игноров и будут истрелять авиалисты. наносить ядерный удар по Пригошину. Кстати, аптечка. А да, почему нет? Он же так грозился. А Пригошин, кстати, говорил, что Путин может по Белгородщине в принципе этот удар применить. Помните? Вот когда эти события. да, так вот сейчас он может и... Они же расстреливались и били. Да. А он и говорил. А сейчас ведь народ его поддержит. Для народа он герой. Вот это вот, вот это вот, вот осталось самой части вот этой, извиняюсь, которая там одержима синдромом великодержавного шовинизма и, так сказать, величия непонятных, чьей родины. Это фантастический вариант. Его никто не мог просчитать. Никто. Я каюсь, что я даже не мог предположить, что полностью выйти из подконтроля Пригошина. Вот каюсь. Меня спрашивали, способен ли полностью выйти из подконтроля из подконтроля. Я считал, что нет.